Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Городу воинской славы – новую аллею. Анапа принимает участие во всероссийском конкурсе. Поддержать курорт может каждый анапчанин. Литературная бессонница, познавательные викторины, мастер-классы и кубанские разносолы – так в Анапе проходила «Библионочь». Первый гол футбольного сезона. Товарищеский матч между Анапой и Новороссийском завершился победой для хозяев поля. Самый важный в истории современного казачества день. В Краснодаре прошел парад Кубанского казачьего войска, посвященный 26-й годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества. Глава Анапы Сергей Сергеев стал почетным гостем на мероприятии. Чеканя шаг в строю прошли анапские казаки и воспитанники казачьих классов из Юровки. Семь тысяч участников. Кубанское казачье войско прошло парадом по театральной площади в Краснодаре в минувшую субботу 22 апреля. Торжество началось с выноса войскового знамени и регалий. Принимал парад казачий генерал Николай Далуда. Войсковой атаман напомнил о трагических страницах истории 20 века. Уклад жизни казаков, их культура, традиции, преданность Отечеству, дисциплинированность и ответственность превратили казачество в огромную общественную силу. Которую боялась новая власть. Когда каратели пришли на казачьи земли, целые станицы поголовно выселялись, а их жители расстреливались. Кубань стала местом казачьей Голгофы. Количество жертв репрессий было чудовищным. Кубанские хутора и станицы опустили, а на смену традиционному укладу жизни пришли голод, разруха и страх. 26 лет назад пришло время восстановить историческую справедливость. Отношение к казачеству в корне изменилось. Сегодня мы делаем все, чтобы казак снова был настоящим хозяином на своей земле. Вам снова доверили охранять границу, охранять наших детей, общественный порядок в наших городах, в станицах и селах. А Кубанская казачья войска снова стала сильным и экономически независимым. В нашем городе-курорте без малого 2000 казаков приняли на себя обязательства понесению государственной службы. Наши казаки в праздничном строю. Проходит коробка Анапского районного казачьего общества. Ее ведет атаман Анапского РКО Валерий Александрович Плотников. В РКО 23 первичных казачьих общества, более 2000 казаков. Они отстаивали независимость Приднестровья, стояли на защите косы Тузла. В Анапе крепнет связь поколений. В наших школах открыто 33 казачьих класса и 15 казачьих групп. Глава курорта отмечает традиции казачества, объединяющая сила. Это не демонстрация силы, это демонстрация единения. Это демонстрация того, что на Кубани есть и остаются те традиции, которые были заложены нашими предками. Я горжусь, что в Анапе есть районное казачье общество, в которое входит 23 сельских хуторских казачьих общества, которые, кроме того, что они несут государственную службу, они оказывают очень серьезную поддержку тому, что на территории сегодня есть местное самоуправление, которое руководит всеми процессами. И поддержка казачьего общества, я ее чувствую ежедневно. В Анапе может появиться аллея славы. Курорт принимает участие во всероссийском конкурсе. Горожане голосуют на специальном сайте. Города-победители получат тысячу саженцев из питомника. Анапа активно подключилась к голосованию. Появилась инициативная группа. Но многое будет, конечно, зависеть от активности самих жителей. Три категории в зависимости от количества жителей. В каждой будет по пять победителей. Среди них разделят 9 тысяч саженцев, декоративных, хвойных деревьев. Анапа уже ближе к началу списка, в котором более 1700 населенных пунктов. Но до победы еще очень далеко. На данную секунду нам желательно набрать еще 29 тысяч голосов. Это чтобы занять первое место. Но первое место занимать не обязательно. Достаточно войти в пятерку и уже какое-то, может быть, не тысячу, может быть, меньше саженцев дадут. Думаю, что у Анапы есть все шансы за вот эти оставшиеся несколько дней войти в число победителей и получить свои саженцы. И получить свою аллею славы. Отдать свой голос можно с любого устройства, с выходом в интернет. Идеи, подобные этой, можно продвигать в социальных сетях. У территориального общественного самоуправления есть свои каналы распространения информации. В том числе и среди молодежи с активной жизненной позицией. Кроме того, здесь считают союзниками тех, кто любит отдыхать в Анапе. Мы призываем, чтобы все жители и гости курорта именно приняли участие в голосовании. И именно в нашем городе Анапа должна быть такая аллея славы. Потому что город Анапа – город воинской славы. По мнению Елены Чумаковой, в муниципалитете есть достаточно мест, где могла бы разместиться новая аллея. Например, в третьем микрорайоне Светлана Амарина участвовала в высадке Парка Победы. Считая, что с учетом тематики, аллею можно заложить в тихом месте, где сравнительно немного машин. Каждый человек, который посадит дерево на этой аллее, он же на всю жизнь... Я, например, помню свое дерево, которое я посадила, ну, будем говорить, где-то 52 года назад. Я до сих пор помню это дерево в Парке Победы, которое я посадила. И для меня это символично. И я думаю, что для каждого человека тоже. На сегодняшний момент организаторы говорят, что справились с накруткой голосов. Некорректные данные исключили. Предполагается, что теперь результат будет зависеть только от активности жителей. Голосование продлится до воскресенья 30 апреля. Глава НАПО Сергей Сергеев начал рабочую неделю с приема граждан по личным вопросам. Тема сегодняшнего приема – газификация, неисполнение решений суда о сносе самоострое и взаимодействии с коммунальными службами города. О конфликте с соседкой, самовольно построившей на своем участке коммерческое здание, Сергею Павловичу рассказала жительница Витязева. По иску администрации судом принято решение снести. Но исполнительное производство так и не доведено до конца. Вот эта ситуация о сносе возникла с самого момента в результате неисполнения судебными приставами своих обязанностей должным образом. Когда мы обратились по заявлению, вернее, когда муниципальное управление начало собирать пакет документов, на стадии фундамента все это было. Елена Митрофановна жалуется – ни продать, ни жить в своем доме она не может. Глава города задает вопрос юристам – какая работа ведется со службой судебных приставов. Так вот сейчас, пусть ее приходят, подготовите мне полный пакет документов с момента вынесения определения о запрете и осуществлении строительства, что мы и делаем. И потом готовьте письмо на приставы, а я буду связываться с главным судебным приставом края. Разобраться и помочь получить техусловия на воду Сергея Сергеева просит Наталья Шамшина. Водоканал отказывает, ссылаясь на нехватку мощностей. Дом построен в пятихатках и причина, скорее всего, в отсутствии разрешительной документации. А вообще, как дом появился, посмотрите. И есть ли у соседей вода? У всех есть. Там труба кооперативная, понимаете? Я заплатила кооперативу, они дали мне согласие. Еще одна коммунальная история, тоже связанная с самовольным строительством. На приеме у главы Анапы жители дома по улице Толстого, 111А. Мы знаем, что вы очень строго спрашивали в определенное время, где-то месяца два назад. И после того, значит, трубу все-таки перемычку построили. Тяжело. Но есть процесс, который мы должны пройти, регистрация, потому что газ – это все-таки опасная производство. Ситуация по каждому проблемному дому на личном контроле главы. По Толстому, 111А необходимо решить ряд вопросов с оформлением газопровода. Затем можно будет делать врезку в квартиры. Сергей Павлович пообещал ускорить процесс взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Любителям литературы на минувших выходных было не до сна. Она поприсоединилась ко всероссийской акции «Библионочь». Двери всех библиотек-курорта были открыты до полуночи. К акции подключился и Анапский археологический музей. Все мероприятия и выставки тематические. Анапская «Библионочь-2017» посвящена Году экологии и 80-летию образования Краснодарского края. Акция стартовала еще днем. По городу курсировал специальный библиомобиль. Прохожим раздавали листовки с инструкцией, как пройти в библиотеку. Здесь выращивается самый лучший хлеб России! Официальный же старт «Библионочи» был дан в Центральной библиотеке. Перед входом развернулось настоящее театрализованное представление. Выступили творческие коллективы. А в читальных залах анапчане приняли участие в тематических викторинах, конкурсах и мастер-классах. У нас очень мастер-классов много, которые научат детей, да и взрослых, конечно же, что-то делать своими руками. Мастерить, допустим, кубанскую куклу. Не все умеют это делать, и вот сегодня можно этому научиться. Нарисовать чего-то, познакомиться с животными, с флорой, фауной. Любой желающий своими руками мог создать игрушку из глины или бумаги. Маленькие посетители решали головоломки, складывали пазлы, читали познавательные рассказы. А в детско-юношеской библиотеке читатели слушали произведения в исполнении самого автора. Там выступил поэт и прозаик Сергей Левин. Всегда очень интересно, когда аудитория встречается с живым писателем, потому что дети привыкли воспринимать литературу, как неких писателей 18-19 века, которых они знают по портретам в книжках. А тут к ним приходит живой человек, который представляет свое творчество, то, что вызывает в них живой отклик. Здесь же развернулся настоящий кубанский разгуляй. Особый интерес у посетителей вызвала игра «Давайте трохи побалакаем», в которой предполагалось перевести слова с кубанского диалекта на современный русский язык. Многие ориентировались по звучанию, хотя это не всегда было верным решением. Это же весело, это интересно очень, потому что слова абсолютно не похожи на нас. То есть они думают одно значение, а реально оказывается другое. Например, слово «взятка» на балачке. Наши все думают это уже по-современному, криминальное что-то. А на балачке это означает добыча меда. А в казачьем курине каждый желающий мог отведать кубанских разносолов. По мнению библиотекарей, такие акции возвращают людей из виртуального мира в реальный. Сегодня намечается положительная тенденция – люди снова начинают читать. И многие сходятся во мнении, что книга – это намного больше, чем просто источник информации. Мы узнаем все новое, мы узнаем то, что есть в мире, то, что мы не можем туда поехать. Денег не хватает на самолет, например. Мы можем почитать о других мирах, о существах мифических, ну или изучать химию по книжкам. Литературная ночь проходила не только в библиотеках. В мероприятии принял участие Краеведческий музей. Там развернулись сразу несколько выставок, посвященных истории края и экологии. Мы в этом году решили провести библионочь в отделе краеведения, потому что тема такая, да, 80 лет Краснодарскому краю, год экологии. У нас здесь замечательная экспозиция природы Анапы и Анапского района. Здесь у нас вся наша история. Также был организован показ документальных фильмов. А для самых любознательных горожан гиды музея провели экскурсию по памятным местам Анапы. В Федеральном детском центре смены прошел медиафорум молодых журналистов. Около 400 ребят со всех уголков страны знакомились с тонкостями журналистской профессии, создавали репортажи и телевизионные программы. В рамках работы форума «Мастер-класс для юнкоров» преподал и руководитель нашей телерадиокомпании Анапы-регион Сергей Корабельников. Он рассказал о работе Анапской телерадиокомпании и важности регионального телевидения в общей структуре медиапространства. Многие ребята прибыли на проект из небольших городов, поэтому тема специфики регионального ТВ вызвала живой интерес. Вот то, о чем я сейчас говорю, это так называемые целевые группы. Вот целевая группа телевидения – это в основном средний возраст. Молодежь сейчас уходит в интернет. Кроме того, молодые журналисты побывали и на самой телевизионной кухне. Для них была организована экскурсия на телерадиокомпанию, в ходе которой ребята познакомились с работой анапских журналистов ближе. Шеф-редактор телевизионных новостей Ольга Родин рассказала о том, как формируются городские новости, а корреспонденты поделились практическими секретами журналистики. На радио Европа Плюс шеф-редактор Александр Ребец показал будущим журналистам, как выходить в прямой эфир. Но, пожалуй, самый большой интерес у ребят вызвал съемочный павильон, где пишутся новости. Гости студии и сами смогли попробовать себя в роли телеведущих и поработать с суфлером. Для многих некоторые секреты работы телерадиокомпании оказались настоящим открытием. Фантастическое, невероятное, но это действительно так есть. Это интересно, это захватывающе. Мне очень понравилось. Не ожидал увидеть так мало людей, которые занимаются такой большой работой. Тут и телевидение, и радио, монтаж, операторы. Ну, вот это, наверное, больше всего меня впечатлило. Пейзажи, натюрморты и цветочная композиция на холстах. На курорте прошла юбилейная выставка местной художницы Ирины Ситцевой. Родители хотели, чтобы Ирина стала музыкантом, но вместо нотной тетради она взяла в руки краски и кисть. С отличием окончила художественное училище, после работала художником-оформителем. Переехав на Кубань, художница устроилась учителем изобразительного искусства в школу Станицы Анапской. Там и написала собственную программу обучения, чтобы ученики не только получали последовательные технические навыки в рисовании, но и научились фантазировать. Я вообще не знала, что я смогу собрать столько работ. Я в основном их дарила, и здесь очень много работ, которые я собирала. Вот здесь все, многие стоят, чьи работы висят здесь. Но когда я начала, конечно, все это собирать, когда я подняла все свои заначки, скажем так, и нашла какие-то этюды, сама была удивлена, вспомнила, что как-то я когда-то это писала. А вдохновение художник черпает из природы. Говорит, что частенько пишет картины в Лаганаке, куда приезжает на отдых с семьей. Параллельно занимается дизайном интерьеров. На следующую выставку планирует привезти не только холсты, но и проекты, ведь на счету их уже более 80. Старт футбольного сезона. В Анапе на стадионе Лог-Витязь состоялась товарищеская встреча между футбольными командами Анапы и Новороссийска. Матч получился интересным и захватывающим, но для икороков футбольного клуба Анапы еще и очень важным. Футболисты, которые показали хорошие результаты, войдут в основной состав городской сборной. На первых минутах игры новороссийцы взяли высокий темп и успешно атаковали ворота анапчан. Но уже после первого пропущенного гола она поменяет тактику игры и буквально через несколько минут нападающий Евгений Муравский распечатывает ворота новороссийской команды. Нынешнюю игру молодая анапская команда вела под руководством главного тренера Романа Аганьяна, который внимательно следил за баталиями на поле. В команде четверо новичков. Для них этот матч – своеобразный экзамен. По его результатам лучшие попадут в основной состав. Мы процентов на 70 определились с составом. Сейчас к нам приехали новенькие ребята, нам нужно было их еще посмотреть. Посмотрели, сделали выводы. Будем определяться, сейчас решаем. Первый тайм закончился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Ворота анапчан впервые защищал новый вратарь Вахид Царцаев. Во втором тайме его сменил Денис Вилков. И команда Аганьяна продолжила лидировать, завершив игру со счетом 4-2. Авторы забитых мячей – Евгений Муравский. На его счету три гола. Исперидон Пилипиде с одним мячом. Команда вся практически местная. Все ребята местные. Все тренируемся, стараемся. С помощью администрации, всего тренерского штаба, я думаю, будем стараться, биться. Будет, конечно, поддержка, немаловажно играть роль. А игры все важные. Недооценка соперника – это, как правило, чревато. Несмотря на приятный для анапчан счет, главный тренер футбольного клуба Анапа оценил игру своих подопечных на троечку. По его мнению, команде не хватает сыгранности и игрового мышления. Ровно через неделю стартует официальное открытие футбольного сезона. Анапская команда встретится с крымским футбольным клубом «Сопка Героев». И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «АНАП Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. До встречи. СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «АНАПА ОКЕАН». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «АНАПА ОКЕАН». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова